На избирательный участок на улице Майорчика мужчина пришел вместе с гусем. По его словам, питомца было не с кем оставить, тем более в этот день птице исполнилось 8 месяцев. Мужчина признался, что ганса, так зовут птицу, он берет на все важные мероприятия и голосование за президента не стало исключением. Гонять гуся на избирательном участке не стали, и молодой человек спокойно проголосовал. Еще один необычный посетитель пришел исполнить свой гражданский долг в костюме енота. А сейчас еще несколько коротких новостей не о выборах. На АЗС 25 часов в руках у девушки загорелся заправочный пистолет. Автомобилистка приехала на станцию на Свердловской, открыла бак, и как только собралась заливать бензин, пистолет вспыхнул. Красная Арка быстро отогнала машину в сторону, огонь потушили. Пассажиры 63-го автобуса пожаловались на оголенную проводку в маршрутке. В салоне было много людей, из-за этого некоторые стояли в непосредственной близости от торчащих проводов. Очевидцы заявили, что чувствовался запах сжженной резины. Их жалобы кондуктор якобы проигнорировала. Следователь из Железногорска помогла пенсионеру не стать жертвой мошенников. 66-летний мужчина обратился в полицию. Аферисты общались с ним от имени сотрудников Центробанка и силовиков. Схема стандартная. Убедили, что на его имя пытаются оформить кредиты, чтобы изобличить злоумышленников, нужно оформить займ в 220 тысяч и отправить на безопасный счет. Пенсионер так и сделал, но сотрудница следственного отдела Анна Шуманова наложила арест на счет, с которого мошенники не успели вывести деньги. В итоге средства мужчине вернули, сейчас решается вопрос о поощрении следователя. 64% квартир в новостройках в Красноярске не распроданы. Это данные аналитической платформы. В итоге наш город занял третье место в рейтинге миллионников по нераспроданному жилью. На втором месте Воронеж в лидерах Краснодар. Чтобы распродать почти 900 тысяч квадратных метров жилья в Красноярске потребуется от полутора до трех лет, подсчитали эксперты. Хоккейный сокол накануне избежал вылета из высшей хоккейной лиги. Крылатые обыграли одного из фаворитов турнира Тюменский Рубин и сократили счет в четвертьфинальной серии. Красноярцы пропустили первыми, но потом перехватили инициативу и одержали волевую победу 4-2. Следующий матч состоится в Тюмени 19 марта. Красноярцам нужна только победа, так как счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу соперников.